Если раньше брали, допустим, там же килограмм колбасы, то сейчас уже смотришь, берешь полкилограмма, потому что, на самом деле, цены поднялись. Ну, стало все меньше, труднее, поэтому от всего по чуть-чуть, так скажем. Ну, сложнее стало немножко машину заправлять, вот ощутимо мне, так, по продуктам, ну, не то, чтобы мы сильно там пировали, но, в принципе, нормально пока. Нет, я никогда ни от чего не отказывался. Я соблюдал, я чисто российский человек. Ну, на самом деле, повышение цен, я заметила еще с прошлого года, очень сильное, например, на те же яйца или морковь. Когда ты приходишь в магазин, и тебе одна морковка выходит в 60 рублей, как такое вообще можно терпеть, как бы, и жить после этого нормально. Расходы очень на еду повысились. Так что я еще не сориентировался, а во-вторых, у меня жена покупает все, что нужно. Нет, ни от чего никто не отказывался. Может быть, на какой-то свой досуг, либо какое-то развлечение. Да, выходные, какие-нибудь выезды, выходные с семьей, может быть, какие-то кафе. Ну, вот это можно, да, может быть, урезалось. А в плане повседневно-бытовой нет. Да, собственно, пока не прочувствовалось повышение цен. Все равно особо значимые продукты покупаются, и отказываться от них не стоит. Например, если я брала килограмм, то теперь я возьму полкилограмма чего-то. Постараюсь пока не отказываться. Просто уменьшили. Да, от всего. В основном. Пенсионер, от поездок, от медицинских каких-то. Вот зубы надо вставлять, надо очень много денег. Ну, пришлось от продуктов питания некоторых отказаться. Конкретно не буду называть, но отказаться от продуктов питания.